Привет! Я Колян Специалист и это спецвыпуск. В этом выпуске я хочу подвести итоги за осень 2016 года. Что было интересного? Лично у меня, у Сизбяр Лейбла и у Клоубара. Хорошее начало у нас получилось со Стонер Трейна 10 сентября в китайском летчике Джао Да. Солдаут, старифайт на разогреве, звук отличный, отличный контент. 18 сентября Сизбяр Лейбл принял участие в Moscow Music Week. Мы поехали в Рабицу. Там наш шоу-кейс представляли Сизбяр Экспириенс, Старифайт, Стонер Трейн и 4 мужика. После этого вечера стало ясно, что наша команда способна провести отличный концерт в абсолютно любом месте. Все технические и профессиональные ресурсы для этого у нас есть. 24 сентября группа Илл дала сольный концерт в Клоубаре. Это был отличный вечер. Солдаут, отличная музыка, отличный звук. Как всегда, на втором этаже была баня. Такой посещаемости не ожидали даже сами музыканты. Осенью к нам вернулись Икс Гиги. Это когда никто не знает, какая группа будет, но все знают точное место и время. Обычно Клоубар становился этим самым местом. Впервые на Икс Гиги была сыграна диджей-программа от Паши из камней. Мы по-прежнему любим экспериментировать, внедрять что-то новое в нашу обыденную жизнь, делая ее прекраснее и интереснее. Еще одна важная дата на осеннем календаре – это 30 октября, когда ССБР исполнилось 5 лет. Ровно 5 лет назад, в 2011 году, я создал в ВК-страничку ССБР. Тогда это было Confederate Southern Band of Russia. С тех пор много воды ушло, много дел сделано. И вот на нынешний день ССБР представляет из себя лейбл, бар, реакционную базу, студию звукозаписи, продакшн. Я очень рад, что столько хороших людей, столько талантливых людей, сильных, с внутренним стержнем, трудятся, создают что-то прекрасное и меняют этот мир. Спасибо вам. По такому поводу 5 лет. Мы устроили отличный шабаш в стенах Клоубара. Совместив это с народным праздником Хэллоуин, мы все разоделись в разные костюмы и угорали всю ночь. Говоря про крутые концерты, я не могу не вспомнить, возможно, самый крутой концерт по энергетике, по музыке и по внутреннему ощущениям, который был в клешне. Это был X-Geek, когда на нем сыграли камни. Для любого слушателя с тонер-рока в России группа камни – это что-то такое важное, что затрагивает тебя за душу. Ты говоришь «камни» и тебе сразу становится хорошо, это целый мир перед тобой открывается. Ты говоришь «бонг оф сейтан» и ты понимаешь, сейчас будет супер круто, супер жирно, с треольной пульсацией. Твоя голова будет качаться и все будет круто, и руки сами будут подниматься в Дунклоу. В нынешнем составе и в нынешней музыкальной концепции камни, конечно, отличаются от того, что было в 2011 году, но это не делает их материал хуже. Это другое, и он также прекрасен, он также трогает за душу, это обволакивающие риффы, хороший классный звук. В общем, сплошное удовольствие для любителей стонера, психоделии и медленной музыки. Если бы мне, когда мы только снимали гараж, сказали, что «Колян, да у тебя тут камни будут играть», я бы, конечно, сказал «отличная шутка, парень, классная». Но теперь лишний раз убеждаюсь в том, что любые желаниями можно вытворить жизнь. Главное – упорство, труд, вера и постоянное совершенствование своих умений, своих скиллов. Каждый день по чуть-чуть ты должен становиться лучше. То, что ты делал вчера, ты сегодня должен сделать это чуть-чуть лучше. Тогда тебе все по силам. Не обошлось в этом сезоне и без ремонтных работ. Мы избавились от старой барной стойки и сами построили новую, классную, красивую, устойчивую барную стойку. Теперь по студийным вопросам. Группа Starified закончила запись своего первого дебютного альбома. Слетевшая цепь победителя Короля Гига приступили к записи своего первого дебютного альбома. О жизни лейбла. Этой осенью вышло два релиза. Четыре мужика, их EP Вой, записанный на Destroy the Humanity Studios. И Longplay CSBR Experience Monumental Stone, который записывался в CSBR Records в 2015 году. О нем мы поговорим чуть проще. Спасибо Алексею Допсмокеру, который в очередной раз подарил всему CSBR классный логотип, который вы сможете заказать в виде мерча на наших футболках, нашивках, тракерках, толстовках. Whatever. Мы сделаем любой мерч, который вы купите и будете носить, продвигая идею краба в массы. Конечно, не может же все так хорошо идти. Должна же быть какая-то жопа, спросите вы. Я вам скажу. Да, жопа бывает. Вейл случился на концерте Barber. Это было... Какое, блядь, это было число Barber? Так вот, 19 ноября какой-то вообще был проклятый концерт, честно говоря. Сначала со мной списались из Питера Freewheeler. Макс Знаевский сказал. Колян, у нас будет презентация 17 ноября. Давай-ка мы в Москву тоже заглянем там 18-19. Я говорю, давайте, конечно, в клешню заглядывайте. Все будет здорово. Позовем в обойму Barber, позовем в обойму Warflower. Типа новая группа бывших участников Stone Cold Boys. Вообще будет круто. Да, и там девочка классно афиши рисует. Да, давай. Ника нарисовала афишу. Там где-то везде выскочила буква S в конце. Это какое-то ZZZZ. Мы это исправим. Ладно, фиг с ним. Потом Макс не пишет. Слушай, Колян, мы не можем приехать. Ну, с кем не бывает. Это... Это не я. Добавили Orbital Cat в обойму. Тоже по дижамской теме парни рубят. Все хорошо. И за два дня до концерта Warflower мне пишет. Чувак, мы не сможем выступить нашему гитаристу плохо. Какого хуя? Ну, хорошо. Сыграют две группы. Ладно, бывает, что. Ну, две группы тоже хорошо. Barber большую программу сыграет. В день концерта звонит Николай. Колюне, привет. Помните Колюню? Вот, говорит. Слушай, у моего кореша день рождения. Можно мы приедем к тебе потусим? Пожалуйста. Я говорю, ну, конечно, приезжайте. Чего? Приезжает человек 20. Для тех, кто был, он поймет, что было. И какой пиздец был, все дерьмо, которое могло случиться, да, все случилось в этот день. Ксюша, девочка очень активная, она сломала новую барную стойку. Ну, я сам виноват, я потому что не укрепил столешницу. После этого дня я всю неделю испытывал страх, что я не способен защитить своих близких от силы, от агрессии. И больше всего меня гложет, что главным зачинщиком этого всего ада, это алкоголь. Это чертовое вещество, которое неразлучно идет с рок-н-роллом. И, то есть, на одной чаше весов. Это богиня музыки, да, ты служишь ей. Ты постоянно совершенствуешься, ты занимаешься, практикуешься, пишешь музыку, записываешь, слушаешь ее, покупаешь. Служишь, короче, богине, да? С этим понятно. А с другой стороны, тот ублюдок, который рядом с ней постоянно идет, это бог алкоголя, бог удовольствия, пороков. Вот они все время рядом идут. Если рок-н-ролл, то надо нажраться, и меня это очень гложет. Я никак, пока я не могу додумать, как отделить эти два составляющих моей деятельности. Как избавиться от алкоголя. Я не могу избавиться от алкоголя. Не могу вычеркнуть его из своей жизни. На алкоголе, черт возьми, все держится. Это вся монетизация. В любом клубе, в любой стране, ты приходишь в клуб, и ты должен бухать. А ты бухаешь, и в тебе присыпается девон, просыпается говно, ты творишь херню. И я ничего не могу с этим сделать. Это единственное, что меня парит в моей деятельности. В моей деятельности очепенца маргинала, который не стремится устроиться на хорошую работу, получать большую зарплату, ездить на крутой машине, купить квартиру. Из околомузыкальных новостей, благодаря Андрею, мы сняли еще летом пилотный выпуск ССБР Кухни. Мы там готовили луковые кольца в кляре. Очень вкусно. Вот этот свежий видос вы можете увидеть вот здесь вот у нас на канале. Вот, если он наберет лайки, 100 лайков на ютубе, то мы снимем целый сезон кухни с приглашенными гостями. Пригласим разных музыкантов, крутых деятелей. Все будут готовить, рассказывать истории. В общем, будет хорошее, интересное шоу, которое, я думаю, всем понравится. Ну, всем. Всем вообще не угодишь. Ну, мне понравится, этого будет достаточно. Ну, а к завершению выпуска я хочу рассказать о одновременной хорошей и не очень хорошей новости. Это об альбоме ССБР Экспириенс. Альбом, который мы начали записывать еще в 2014 году. Я помню первую студийную сессию свою. Это было еще в Королеве, канал 8.49. Я там отписал барабаны за два дня. Потом мы решили писать барабаны здесь, на ССБР, в студии. Это был уже 15-й год. Тогда мы плотно общались с Димой Сечиным, познакомились с ним. Он нас писал. Дима, спасибо тебе за проделанную работу. Записал всех, записал очень хорошо. Вот, сводил это все. Потом Ваня из, опять же, с канала 8.49. Ванек, тебе тоже спасибо за хорошую работу. Бас, слышишь? Нет. А вот там есть. Обложку нарисовал нам Михаил. И сведение тоже выполнило. Миша, ты классный чувак. Вот, мы тебя все любим. Все, правда, все тебя очень любят. Может, они не говорят, но любят. Всегда приятно, когда есть такой старый пердун. С хорошим настроением, веселый. В окружении. Который много знает, много чего видел. Ладно, сейчас не об этом выполню. Я тебе, а обо мне. И вот все эти замечательные люди, все они трудились. Трудились, и у них получился классный релиз. Ребенок, но который родился мертвым. Потому что на момент, когда мы закончили запись, уже были первые признаки того, что группы нет. Сначала ушел Андрей. От нас ушел Артур. Кайф, он как-то пропал. Многим воспринимался из Биар Экспириенс, уже как какой-то труп. Без Артура. Хотя у нас были классные концерты. У нас был разогрев Джона Гарсии. Я не хотел останавливаться. Думаю, нет, столько сил вложено в эту группу. Нельзя. Нельзя останавливаться. Но иногда нельзя воспринимать все буквально. Ты служишь музыке, да, у тебя есть группы. Ну, не всегда оно может сработать именно в таком ключе. Как говорится во многих песнях. Live and let die. Или Уфу Файтерс. Let it die. То, что умерло, дай ему умереть. Ну, прошлое проходит. Старая эпоха. Уходит. Давай дорогу новой. На этом ноте я хочу закончить спецвыпуск. У нас зима. Ой, какая классная будет. Открылся Model T. Все будем туда ломиться, делать крутые концерты. Я уже знаю, где могу делать следующий CSBR Fest. Я надеюсь, что все получится так, как я планирую. То есть очень круто. Надеюсь, что в следующем году вы увидите альбом Street Fight. Надеюсь, что мы увидим в Москве наконец. И Мандру. Я надеюсь, что все будет хорошо. Все будут здоровы, живы. Пи-эс. После четырех лет совместных усилий и дружбы неразлучной. Ряды CSBR покинул Артур Шумский. Он говорит, что это... Он взял отпуск. Это, в принципе, обычная практика, когда люди старчиваются. Это все же за идею. И не стоит обижаться или расстраиваться. Что не делается, все к лучшему. Каждое событие, будь то хорошее или плохое, это новые возможности. Возможность проявить себя. Возможность найти что-то новое. Я надеюсь, что у Артура будет все хорошо. Он будет счастлив и будет получать удовлетворение от того, чем он занимается. Старая эпоха прошла. Это был Колян Специалист. Увидимся, когда увидимся.